Сабуров Нурлан Алибекович, казахстанский и российский комик, получивший широкую известность после того, как стал резидентом популярного юмористического шоу «Стендап» на телеканале ТНТ, один из ведущих интернет-шоу «Что было дальше». Прославился своим дерзким стилем поведения и остросоциальными шутками, ходит в топ-10 лучших молодых комиков России. Нурлан Сабуров родился 22 декабря 1991 года в городе Степногорск, Республике Казахстан. В детстве увлекался спортом, 8 лет ходил в секцию бокса. Будучи еще школьником, приобрел славу отличного рассказчика и шутника. Самое главное, что Нурлану всегда очень нравилось смешить людей. Этот талант решил реализовать с помощью популярной игры КВН. Он вошел в команду города Караганда, а позднее выступал с ребятами из Кокшетау. После окончания средней школы отправился получать высшее образование в столицу Урала – Екатеринбург. Поступил в Уральский федеральный университет, в котором Сабуров стал студентом факультета физической культуры, спорта и молодежной политики. Окончив вуз, получил специальность «Организация работы с молодежью». На протяжении всего обучения Нурлан играл за студенческую команду КВН, но постепенно открыл для себя новый жанр комического шоу – стендап. Сначала Нурлан Сабуров в Екатеринбурге выступал вместе с другими начинающими комиками, юмористами и шоуменами. Ребята организовывали представления и набирались опыта. На одном из общих концертов начинающего артиста увидел уже состоявшийся комик Дмитрий Романов и посоветовала ему отправить видеозаписи на канал ТНТ. Сабуров решил, что ничего не теряет и последовал этому совету. Вскоре поступило приглашение. Впервые Нурлан появился на телевидении как приглашенный гость в рубрике «Открытый микрофон». Его шоу понравилось зрителям и юмористы еще несколько раз приглашали в шоу стендап, а в дальнейшем он стал их постоянным резидентом. В первую очередь Нурлан Сабуров запоминает со своей манерой. Молодой человек делает красочные выступления, а самые смешные шутки рассказывает с абсолютно серьезным лицом. Нельзя не отметить уникальную мимику артиста, а также тема монологов, которые Сабуров берет буквально из реальной жизни, но преподносят совершенно невероятного угла зрения. В конце 2017 года состоялся сольный тур Нурлана Сабурова, который получил название IQ. В перечень мест, которые посетил комик, вошли более 20 российских и казахстанских городов. В начале 2018 года артист вместе с коллегой Славой Комиссаренко стал гостем шоу «Студия Союз». По условиям шоу комикам пришлось угадывать мелодии российской поп-музыки, наигранные необычными звуками. В декабре того же года состоялся бенефис исполнителя, его первый сольный концерт на телевидении. В 2019 году артист вместе с комиками Алексеем Щербаковым, Артуром Чапаряном и другими запустили комедийное шоу на YouTube, что было дальше. Его суть в том, что известные артисты, гости передачи, рассказывают начало какой-либо истории, а комики пытаются угадать продолжение, перебивая рассказчиков и подшучивая над ними. За год на канале вышло около 20 видео, которые набрали суммарно 13 миллионов просмотров. В мае 2020 года Форекс назвал Собурова одним из самых перспективных россиян до 30 лет, поместив 28-летнего комика в рейтинг 30-30 в категории «Новые медиа». Согласно изданию, гонорар Собурова за выступление оценивается в 10 тысяч долларов. Нурлан женился еще будучи студентом. Со своей избранницей Дианой он встречался довольно долго, но когда оказалось, что девушка ждет ребенка, тут же сделал ей предложение. Личная жизнь не стала для артиста помехой для карьеры. Супруга юмориста однозначно является его музой, так как и она сама и их маленькая дочь являются обязательными участниками его монологов. Очень редко Собуров не упоминает о своих любимых женщинах во время выступления. В планах у комика и дальше заниматься любимым делом и, быть может, попробовать себя в индустрии кино.